Для начала напомню, что согласно закону должна делать Общественная палата Российской Федерации, ну и в общем региональная палата тоже. Цели и задачи. Во-первых, палата обеспечит взаимодействие граждан, общественных объединений, представительных союзов и так далее, с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов и муниципальными властями, с целью с какой? Обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан России для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития и так далее. В первую очередь граждан России в этих интересах. Это требует закон нас, и этим мы занимаемся. И в принципе именно поэтому мы форум сообщества немножко переформатировали и сделали его инструментом для выполнения этих задач, поставленных нам законом. Сообщества в этом году, форумы сообщества, которые проходили в регионах, стали обсуждать на форумах важные федеральные темы. Да, они проводились в федеральных округах, в конкретных городах, краях и областях, но обсуждались большие федеральные темы. Затем мы немножко подкорректировали после майского указа и начали переходить постепенно к проработке этих тем национальных программ и проектов. И сегодня мы будем продолжать эту работу. Я напомню, как называется этот указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. О национальных целях и стратегических задачах. Не государственных, а национальных. Я потом еще напомню вот эту именно фразу. Форум сообщества. Валерий Александрович обращался к социологам, я тоже к социологам. А что такое сообщество, по определению социологов? Это объединение людей, имеющих общие ценности, цели, а участники знают друг друга. Знаете, есть формула «6 рукопожатия», мы знакомы друг другу через 6. Вот здесь через два рукопожатия мы друг друга знаем. Но большинство знают друг друга лично, потому что это сообщество активно граждан. Форум называется «Граждан для тех, кто действует». Это наш форум. Кроме национальных программ, которые в указе определены президентом, появилась, разрабатывается новая программа, которую президент сказал в своей речи на выступлении на Восточном экономическом форуме. Программа развития Дальнего Востока, которая должна быть разработана и представлена на утверждение президентом указом к 1 сентября 2019 года. Но четко подчеркнуто и в перечне поручений президента от 10 октября, что программа должна разрабатываться государственными органами при участии общественных объединений, бизнес-сообществ, то есть нас с вами. Это четкое указание президента. И дабы исполнять его со стороны общества, именно по этому проекту, по разработке национальной программы развития Дальнего Востока, вчера в рамках форума нулевого дня, в рамках проведения Совета общественных палат России, палаты Дальневосточного федерального округа подписали соглашение о создании Совета палат по разработке, разработке, подчеркиваю, участию в реализации и контроле. Общественный контроль с нас никто не снимал этой национальной программы. Завтра мы на площадке здесь будем обсуждать вместе с представителями министерств полпредства Дальнего Востока, потому что пока мы видим двухстороннее движение. Власть, во всяком случае, по этому проекту Дальнего Востока готова приступать к обсуждению вместе с нами. Но, коллеги, это как раз будет то самое общественное управление или соуправление, о котором говорил Валерий Александрович. Это большая ответственность. Критиковать легко. Тяжело разрабатывать и потом это внедрять. Но это мы должны делать. Это задача национальная программа. Это наша программа с вами. И поэтому нам хватит как бы быть контролером, контролерами, только контролерами. Надо переходить к общественному самоправлению. И это мы постепенно делаем. Вы на местах. Мы пытаемся сделать на нашем уровне и совместно с вами на местах в регионах. Но ради чего? Еще к одному закону, к основному закону. Конституция, седьмая статья, где сказано, что Российская Федерация, социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивших достойную жизнь и свободное развитие человека. Вот именно достойная жизнь человека. Это наша задача, которую мы должны в этих программах вставлять ради человека. Для чего делаются все эти программы? Они должны ради человека, ради нас с вами, ради наших сограждан. Президент там же выступления на ВЭФе сказал, что это нужно прежде всего, чтобы кардинально улучшить качество жизни наших граждан. Вот и все. Поэтому мы должны стать основой, как делают дальневосточные палаты сейчас, пытаются сделать, во всяком случае. Я надеюсь, что это получится у нас эффективно и хорошо, и качественно. Потому что у нас есть эксперты. Эксперты профессиональные, высшего уровня в своей сфере деятельности, но есть эксперты бытового уровня. Знаете, не надо этого стесняться, потому что мы обыватели, мы все живем, у нас есть дома, квартиры и прочее. Обывательская экспертиза простая, человеческая, но качественная инициатива должна быть именно такой, компетентной. Привожу пример. Приезжаю в регион, коллегам говорю, слушайте, как хорошо у нас сделали ремонт вокруг палаты. Значит, там деревья, посажена плитка, широкие пандусы, красиво, замечательно. А мне моя коллега говорит по палате. Александр Сергеевич, да как красиво-то красиво, только раньше было некрасиво. Но пандус был такой пологий, а сейчас крутой, я забраться не могу. Она, в отличие от меня, на коляске. Вот и все. Вот нормальная, профессиональная, обычная, обывательская, но компетенция. Этот человек лучше знает меня и другого там архитектора, строителя именно эту сферу. Вот эти мы тоже должны не то, что не брезговать, а должны применять. Как человеку будет жить. Программа хорошая, замечательная, фанфары, миллиарды. А человеку от этого что будет? Это наша с вами задача. Да, не только палаты. Есть общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, региональных органах исполнительной власти. К сожалению, еще они не так, может быть, активно работают, но, тем не менее, да, там есть лоббисты, есть статисты, но с ними тоже надо работать. Они тоже начинают перестраиваться, понимать, что ради чего они пришли. Они пришли ради сограждан, ради людей. Ну, хорошо, мы, допустим, готовы, мы их заявляем, мы готовы. А готова ли власть к такому сотрудничеству? Вопрос по-разному. В зале сейчас присутствуют, сегодня-завтра будут работать на наших секциях федеральные министры, главы регионов, чиновники разного уровня. Да, они пришли, они работают, потому что понимают, что это важно. Однако есть и те, кто не видит нас просто в этом процессе, несмотря на то, что президент их прямым текстом призывает к сотрудничеству с гражданским обществом. Так бывает, но и мы иногда тоже не видим власть, говорим, что она вся плохая. Ну, коллеги, да, так тоже бывает. Нам нужно учиться взаимодействовать друг с другом, нам и им, потому что иначе ничего не получится. Хотел бы отметить отношение региональных властей, как она меняется к региональным палатам. Мы вчера это частично обсуждали. Сейчас идут процессы формирования палат региональных на основе действующего закона, который вступил в силу еще в прошлом году. И постепенно идет новая ротация, новые палаты избираются, приходят активные граждане, меняются сами палаты, меняется отношение власти к палатам. Там, где грамотный руководитель, он понимает, что надо опираться на гражданское общество. На это надо опираться. По-разному происходит. Я приводил примеры, ездя по регионам, говорю, слушайте, ну невозможно работать. Там в регионе аппарат, одна маленькая комнатка на всю палату. В Астрахани большая комнатка, но одна. В Кирове две комнаты, одна проходная. Но, допустим, по Кирову, я специально его привел, это было до позавчерашнего дня. Вчера прошло первое пленарное заседание нового состава. И глава региона, который там присутствовал, сказал, что я передаю общественной палате большой особняк. Отреставрированном в 2007 году постройке середины 19 века. Давно палата его просила. Там будет не только палата, а общественно-культурный центр. Это материальная часть, но это работа там, палата, где она сможет работать. И таких примеров много. Меняется отношение. И меняется отношение членов палат и граждан к самой палате. Это видно по регионам, по их конкретным реальным делам. Так что, коллеги, национальные, подчеркиваю, не государственные, а именно национальные программы и интересы требуют от нас, общества и власти активной совместной деятельности по разработке и внедрению национальных проектов и программ. Это наша с вами страна. И это важнейшие задачи для нашего сообщества. Успеха нам всем в нашей работе. Не только сегодня, завтра, но и дальше. Спасибо.